Ну что, мы сейчас будем работать с тестом к седьмому уроку, с квизом. У нас две части в седьмом уроке, и мы сейчас посмотрим на квиз, первый квиз. Click here for a quiz on the present tense. Blue level quiz for the present tense. Part a. Directions. Инструкции. Complete each sentence with the correct form of the verb in the present tense. Закончите каждое предложение, используя правильную форму глагола в настоящем времени. Десять баллов дается за это упражнение. She. Глагол go. Конечно же, мы добавляем ES. She goes to school three times a week. Она ходит в школу три раза в неделю. My father work. Мы добавляем ES. Works at that restaurant. Потому что my father это he. А для he, she, eat мы добавляем ES. I study English during the week. Я изучаю английский в течение недели. We have some time to go to the store. У нас есть немного времени, чтобы сходить в магазин. Сам используется в утвердительных предложениях. Чуть ниже вы увидите, как это слово сам поменяется на any. На другое слово. My car has... Моя машина это it. Вместоимение оно. Поэтому мы не have используем, а has... A new set of tires. У моей машины есть новый набор покрышек. Резины. То есть дословно моя машина имеет. Джон, Джон это he, does his shopping on the weekend. Он делает покупки на выходной. Суббота, воскресенье, weekend. Does мы добавляем ES. They sit at that table every day. Они сидят за тем столом каждый день. Every day должно писаться раздельно. Здесь опечатка. Это должно быть два слова. A plumber... Сантехник. Буковка B не читается. A plumber fixes leaky pipes and toilets. К fix мы добавляем ES. Потому что a plumber это he. Leaky. Сантехник ремонтирует протекающие трубы и унитазы. You always give me good advice. Ты всегда даешь мне хороший совет. They are very good students. Глагол to be сильно меняется. Это первая тема. Вы можете посмотреть в синем уровне. Вместо be мы используем are. Потому что они. They are very good students. Они очень хорошие студенты. В части be нам нужно сделать эти же самые предложения выше. Above. Нам нужно эти предложения сделать negative. Отрицательными. She doesn't go to school. My father doesn't work at that restaurant. Мой папа не работает в том ресторане. I don't study English during the week. We don't have any time to go to the store. У нас нет времени сходить в магазин. У нас нет никакого времени. И я вам говорил, что выше мы использовали слово some. Здесь используется any. Потому что предложение отрицательное. И в вопросах тоже any используется. My car doesn't have a new set of tires. John doesn't do his shopping on the weekend. Первое слово doesn't. Первое из двух слов, которые надо наставить. Это вспомогательный глагол. Который переводится не. Второе слово это do. Это смысловой глагол. То есть doesn't do. Интересное сочетание. Где первый глагол вспомогательный. Второй смысловой. John не делает покупки в выходные. They don't sit at that table every day. A teacher doesn't fix leaky pipes and toilets. I'm glad that a teacher doesn't fix leaky pipes and toilets. You never give me good advice. Интересно, что слово never, отрицательное слово, используется одно отрицательное слово в предложении. И нам не нужен вспомогательный глагол don't. То есть дословно это звучит. Ты никогда даешь мне хороший совет. Нам не нужно два отрицательных слова в предложении. В английских предложениях одного отрицательного слова достаточно. Для отрицания. В русском по-другому чуть. Я никогда никому ничего не обещал, не дам. Мы очень много можем использовать отрицательных слов. В английском предложении never. Слово начинается с буковки n. Отрицательное слово все, достаточно. Дальше мы говорим глагол в утвердительной форме. Ты никогда отдаешь. They aren't very good students. Глагол to be особенный. Нам не нужен вспомогательный do или does. Мы глаголу to be, той форме, которую нужно использовать, добавляем not. They are not. И сокращенный вариант будет they aren't одно слово. Very good students. Наверное, это тема да. Два. Вы можете посмотреть в синем уровне. Отрицательная форма глагола to be. Или третья тема. Part C. Conjugate the verb have in the present tense. Распрягайте, измените глагол have в настоящем времени. Единственное множественное число. I have, you have, he, she, it, has. Буквка S появилась. We have, you have, they have. И то же самое нам нужно сделать в отрицательной форме. I don't have, you don't have, he, she, it, doesn't have. Doesn't имеет S. Have не надо S. Один показатель, один индикатор будет, одна буковка S будет. We don't have, you don't have, they don't have. Ну и конечно же, если вы сюда кликните, то вы увидите все ответы. Вы увидите все ответы, все формы, чтобы еще раз себя проверить. Субтитры сделал DimaTorzok